И антибиотик Виктор Павлович, он приезжает вот сюда. Всем привет! Сегодня мы с вами пройдемся по Крестовскому острову и по Каменному острову. И это место наполнено воспоминаниями, включая мои личные воспоминания. О чем я тоже сегодня расскажу. Очередной эклектичный тур, где вы будете свидетелями как истории Российской империи, так и истории уже распада Советского Союза и постсоветского пространства, потому что я вам покажу локации, где снимался сериал «Бандитский Петербург». Если бы мы здесь оказались как раз в то самое время, то ничего вот этого вокруг не было бы. Почему? Потому что, ну вот, парк развлечений здесь существовал давно. Я туда сниму отдельную экскурсию, потому что этот парк, он был разбит после войны. Сначала, в общем-то, в качестве субботника люди вышли и стали сажать деревья. Об этом даже есть прекрасное стихотворение Ивана Андреевна Ахматовой. А вот там, когда-то, располагалось кольцо трамваев, потому что остров этот довольно долгое время соединялся с основной, ну, условно говоря, материковой частью, хотя по факту Аптекарский остров, куда этот трамвай ходил, он тоже был островом, да. Ну, просто вся эта Петроградская сторона, она уже считалась как-то более городской. А это еще даже после войны была, ну, такая, не пришей кобыле-хвост территория. И чтобы вас сразу ввести в контекст с помощью карт, я вам подставлю, где видно, как эта территория выглядела до революции. И у меня есть воспоминания человека по фамилии Штак. Не Шпак, как хотелось бы, да, следуя логике советского кинематографа, а Штак. И он здесь родился и вырос в семье работника завода «Вулкан». Причем он писал, что его дед, профессиональный мастер, построил здесь деревянный дом, четырехквартирный, имел в свой сад огород, разводил даже виноград, он здесь умудрялся разводить, и всевозможных индюшек, кур и так далее. И у него есть несколько очень интересных подробностей. В 1916 году он родился, если верить его запискам, поселок, построенный бывшими крепостными князей Белозерских и Белозерских. А Белозерских и Белозерских, я сейчас скажу. Когда Булгаков сошелся со своей второй женой, Ильфа Петров ее в качестве Стёба называли Беломоро-Балтийской или Балтийско-Канальской. Ну вот именно потому. За счет интеллигенции рабочих разных специальностей города он начал развиваться уже в советское время, участвовал летом. Он пишет, например, жившие со своими семьями рядом с поселком на стадионе Динамо, бывшие элитные спортсмены. Я не знаю, что он вкладывает в данном случае в сочетание элитные спортсмены. Настало время, когда и на острове создали гидранты, и водоколонки, и не надо было носить воду ведрами из невок. Имеется в виду малая и средняя невка, откуда просто брали воду, заметьте, кстати, питьевую. Земснаряд, гоня пульпу, намывал Кировский стадион. Это вот если туда идти, это нынешний стадион Зенит-арена. В поселке на Опекунской улице, вот он построил этот дед, его дом. В первый класс я ходил пешком с Крестовского на Васильевский остров. То есть, прикиньте, вот отсюда он пешком ходил на Васильевский остров. Сейчас бы, да, кому сказать, что вот ты будешь ходить пешком в школу. Ну, особенно вы понимаете, что вот эти все дома, они, ну, предназначены для социально незащищенных слоев населения. Да, и вот их дети пешком на Васильевский остров точно не пойдут. Однажды в сильнейший мороз в школу явился только я, местные ученики побоялись мороза и не пришли. Со второго класса я учился уже на Крестовском. Тут он пишет, что он начал заниматься стихами. И многие жители собирали книги, создавали домашние библиотеки. Начинали со сказок, читали классиков, узнали о Друзьях Эмингуэй, о Честертоне. Почитать хотелось, но на покупку книг денег не было. Поэтому обрадовались открытию библиотеки на Крестовском, где было много иностранной литературы. И прикиньте, эта библиотека существует до сих пор. Я всегда удивляюсь, приятно удивляюсь, надо сказать, глядя на это прекрасное здание, где вот еще советская вот эта лоджия, обитая вагоночкой, да. Ну, за счет чего существует данная библиотека. Потому что, чтобы вы понимали, Крестовский остров, он, как я уже сказал, считался отшибом. И здесь было много домов, где жил простой народ. И потом их себе подносили к чертовой бабушке. Мы это сегодня будем видеть на примере ряда фотографий. И, собственно, по припаркованным некоторым автомобилям можно понять социальный срез тех, кто живет здесь сейчас. Ну, не знаю, я очень сомневаюсь, что они будут ходить в эту библиотеку. Библиотека существует, значит, кто-то туда все-таки ходит. И, возможно, даже эти люди. И это же прекрасно, я считаю, да. Здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Какие хорошие, милые девочки. Здоровываются, да. Их еще не помяла жизнь семейная, взрослая. И вот вся вот эта, да. Вот. В общем-то, еще одни интересные подробности я узнал уже из других воспоминаний. Одной, ну, на тот момент уже бабушки, которая описывала, как она была здесь еще девочкой. И, опять-таки, у ее семьи был личный сад-огород, как и у многих других семей. Но единственное, что он располагался в другой части острова. И она говорила, что я очень не любила обед, потому что я была младшей в семье. И когда мы садились за стол, меня все время посылали за зеленушкой. Там петрушечки, лучку принести. И вот она приносила. Вот там, Елагин остров, где я тоже сделаю обязательно экскурсию. Несмотря на то, что там объекты распылены, грубо говоря, по территории. А территория достаточно большая. Рассказать там есть о чем. И частично мы даже сегодня затронем историю Елагина острова. Ну, а вот эта территория, она действительно принадлежала семье Белосельских-Белозерских. Она некоторым из вас известна прежде всего по дворцу Белосельских-Белозерских, который располагается у нас на углу фактически фонтан Кеневского проспекта возле Аничкова моста. И дело в том, что этот дворец, он им по факту и не принадлежал. То есть они его достроили и сразу лишились. В дальнейшем там жил, собственно, Дмитрий Павлович. Почему? Потому что он принадлежал его приемному отцу Сергею Александровичу, Елизавете Федоровне. А как он там оказался? Дело в том, что Белосельские-Белозерские затеяли всевозможные бизнес-схемы, бизнес-проекты. У них были, во-первых, заводы на Урале, во-вторых, ему принадлежал вот этот остров. Там вот дальше стояла их огромная дача, по сути, дворец. И русское дворянство, оно вообще как бы было не принято заниматься коммерцией, потому что для этого есть вот эти купцы. А дворянин, он что, он живет себе в удовольствии, в своем умении, либо вот, значит, у него какая-то недвижимость в Петербурге, балы, приемы, балеты. Долго я терпел, но и дедло мне надоело. В общем, вот это все. И у них, вот у Белосельских-Белозерских, в итоге ничего не получалось. Хоть ты тресни. И сначала они заложили свои уральские, значит, все предприятия, государственный банк, взяли кредиты, но не смогли рассчитаться по этим кредитам. И тогда Константин Исперович Белозельский, Белозельский, Белозерский, Беломорканальский, он, пользуясь своими связями при дворе, обратился напрямую к Николаю Второму, для того, чтобы над его всеми активами учредили опеку. Это означало то, что сам он не имеет права управлять своими, значит, ни бизнес-предприятиями, ни недвижкой, а этим занимается опекой, пытаясь как-то ситуацию разрулить. Потому что самое главное, он заложил и весь этот остров. Самый главный свой актив. В 1903 году, значит, пытался эта опека что-то сделать. Ничего у него не получалось. В 1904-м тоже ничего не получалось. В год Первой русской революции, в 1905-м году, тоже у него ничего не получалось. А тем не менее, Белосельский, Белозерский получал, исказанные в качестве компенсации, ну, даже вот на содержание его дачи ушло 70 тысяч рублей. Это астрономическая сумма по тем временам. Плюс давали деньги на содержание его семейства. Пытались даже этот остров продать. Сначала за 2 миллиона, потом за 5 миллионов. Что делает Белосельский, Белозерский? Он, опять-таки пользуясь своими связями, обращается Николаю Второму для того, чтобы тот в итоге изъял из опеки этот Крестовский остров. Возбудился Государственный банк, потому что он сказал, что это единственный актив, более-менее приносящий доход. Дело доходило до того, что они сдавали городу за бабки территорию, чтобы город мог проложить здесь конную железную дорогу и поставить керосиновые фонари. Прикиньте, то есть город за это платил. В итоге этот остров изъяли. И получилась самая грандиозная афера во все времена. И большое спасибо Льву Яковлевичу Лурье и квартальному надзирателю, откуда я всю эту информацию знал. Прекрасное приложение к журналу «Собака.ру», которым я когда-то работал. То есть деньги были прокручены таким образом. Что случилось дальше, я сейчас скажу, потому что мы с вами пришли застрелиться не стать к Яблоневу саду. Я помню, что когда я устроился в «Собаку» в 2003 году, там была тема номера была «Яблоко». И вот как раз мы ездили сюда, ездили на территорию водоканала, на шпальерке, куда простому смертному вход заказан. Там, оказывается, тоже яблони растут. Так вот, помимо того, что здесь есть старые яблони, здесь есть еще, смотрите, декоративная яблоня «Рудольф». Та-та-та-та-та-та-та-та. Деревь высажена в честь 120-летия фарматостической компании. Большое ей спасибо. Вот она так отметилась. То есть у нас теперь здесь еще молодые яблоньки растут. Это еще не конец истории. Смотрите, Еленинская улица. Эта Еленинская улица названа в честь как раз-таки Елены Белосельской-Белозерской. или Кучубей. Вот у меня в путеводительне с Кисперсом. Очередно раздемонстрирую его универсальность. То есть не обязательно даже по Невскому гулять. Можно и здесь какую-то информацию подчеркнуть. Вот она вот так вот выглядит. Не знаю, обликует, нет. Дело в том, что, ну вот тут, собственно, этот дворец, она была женой эсперы Белосельского-Белозерского. И ее Александр Сергей Дмитриевич Шереметьев называл французской горизонталкой. Ну, горизонталка, понятно, почему это намек на horizontal position, который идеально подходит для определенного рода утех, преимущественно сексуальных. Ну и второе, в общем, все вот эти вот, вообще, французская болезнь, это венерическая болезнь. Потому что считалось, что она немножечко, ну, как говорилось, слаба напередок. И интересно, какая атмосфера царила вот в ее дворце, этой замечательной Еленой Кочубей. Это тот же самый Шереметьев вспоминает. Это был один из лучших домов Петербурга. На нем, как и на самой хозяйке, лежала печать без личности. Это был салон космополитический, где не было слышно русского звука, где не было и отдаленного намека на что-то русское, не деланное, не разученное, не вычитанное у иностранцев. Хозяйка дома почти уже маститая. Еще маститая, имеется в виду маститая, покорительница мужских сердец, назовем ее так, поедательница. Еще не уклонялась от роли поглотительницы, а, ну вот, поглотительница сердец, хотя именно сердце здесь было ни при чем. Да, Аленка Мишурная сестрица злобно называла ее Ольга Скубелева. Немножечко вам, как это, я хотел сказать, плесени сплетен. Мы смотрим вот сюда и видим, как трамвай едет и поворачивает вот на эту улицу, и как раз он потом заезжает вот в тот самый, на то самое кольцо. Еще все зеленое. И здесь ходили когда-то трамваи, и мы эти трамвайные пути еще увидим в отрывке из сериала Байнинский Петербург. Ну, а вот на месте вот этих вот домов раньше был теннисный курт. Я вам сейчас покажу фотографию, где видно, соответственно, еще даже берег и саму речку. Константин Исперович Белосельский-Белозерский. Сумел продать этот остров акционерному обществу. Дело в том, что это был строительный бум на тот момент. Особенно после постройки Троицкого моста, предстоянного Троицкого моста, не наплавного, а постоянного, который, наконец, соединил, значит, Петроградскую сторону с остальным Петербургом. На Петроградке сцены взлетели, и там начали строиться особняки. Ну, и эта территория стала ближе к центру. В 1914 году, и не прогадал, потому что за 7 миллионов он это сделал, ну, потому что началась война, и цены упали на недвижимость. Но и это не конец истории. Уже находясь в эмиграции в 1918 году, он на своего внука Сергея пишет доверку. Тот приезжает сюда и распродает из дворца, который располагался на этом Крестовском острове, мебель, утварь, картины, вот это все. Получает бабки и сваливает в Европу. Вот это я понимаю, как бы, там, где мог, пролез. То есть, честно, денег заработать не сумел, но что невозможно сделать честно, то можно сделать не очень честно. Здесь я очень люблю рассказывать историю. Ну, мы сейчас подойдем к моей интернет-альмаматор. Там за дельфинарием, ну, сейчас это уже не дельфинария, когда-то он был, там дом стоит, да? Не вот это вот возрождение, да, которое построил со львами, а вот предыдущие. И есть такая профессия родину защищать, а есть такая профессия звонки слушать и тегировать их, да? То есть, отмечать какие-то возражения клиентские, специально такая есть должность. И вот был такой местный мем у интернет-агентства «Запах рыбы». То есть, люди отказывались покупать здесь недвижку, а она здесь, как вы понимаете, стоит всего-то ничего, да? Потому что их смущал запах рыбы. Откуда? Дельфинов кормили этой рыбой, и там с той стороны, с этим там помойка, и туда периодически эту рыбу выносили. Ну, видать, я не знаю, то ли она уже была стукшая, то ли там по каким-то еще причинам. И с такой шмот здесь стоял, особенно вот в эту погоду, что мама не горюй. Ну, и понятное дело, когда ты плачешь там какие-то адские миллионы, да, за свою злоплощадь в этом элитном месте, тебя это немножко смущает. Теперь мы с вами переводим взгляд вот туда и видим, как здесь, на «Голубом москвиче», прекрасный актер, которого я наблюдал еще на сцене в театральной академии, когда он был студентом, я жил напротив, ходил на их спектакли, передает вахту «Они пасут антибиотика». И антибиотик Виктор Павлович, он приезжает вот сюда. Я, кстати, помню, когда еще даже сюда можно было заезжать, этого шлагбаума не было. Со всей своей охраной. Еще и, конечно же, двери были никакие не металлопластиковые. Вот примерно туда, да. Они все выходят, да, и он еще не был облицован вот этим материалом. Они выходят, и дальше Виктор Павлович плавает там, в гордом одиночестве, совершают такой водный мацион. А откуда он приехал, то есть где он был до этого? Он был в больнице, до которой мы с вами дойдем. Ну, а тут мое сердечко начинает тихо ехать, потому что отдал я без малого 8 лет организации. Вот обратите внимание, там вдалеке видняется вот такая башенка. Не знаю, прочитается ли она на GoPro, она нам понадобится. Это школа, бывшая теперь уже. В начале 10-х годов я, в принципе, уже понимая, что бумажная пресса, да и журналистика, в принципе, сошла на нет, тем не менее, продолжал искать позицию главного редактора. Мне повезло, я успел запрыгнуть в этот главный вагон, да, когда бумажная пресса цвела и пахла в прямом переносном смысле, и я даже поработал не только журналистом, но и главным редактором в нескольких изданиях. Я искал по территориальному признаку. Я жил на Левашовском проспекте и нашел две вакансии главного редактора. Одна на Петровском острове, вторая здесь. На Петровском острове нужно было редактировать какой-то корпоративный журнал, по-моему, Триколору. Я пришел туда на собеседование, мне все объяснили. Вот, кстати, тоже яблонька. Отсюда иногда яблоки падают. Вот. Прихожу сюда и сварю позицию главного редактора в интернет-агентстве. Прихожу сюда и, в общем, самое быстрое собеседование в моей жизни здесь произошло. Не знаю, сколько мы тут с Васей, не больше пяти минут у нас собеседование это длилось. И все, меня нанимают, потому что это было самое начало становления социальных сетей именно с коммерческой точки зрения. И вот я возглавил здесь в агентстве Реалвеб, старейшем агентстве нашего царства-государства. И, в общем, много прекрасных воспоминаний у меня с этим связано. Сейчас я вам поставлю фотографию, где сидят здесь школьники и прямо виден номер этой школы. И еще одна фотография, вот нужно перевести взгляд сюда. Как раз стоят два таких кренделя уже с... Ну, здесь, конечно, деревья не будет видно, с сигаретами. Но там на заднем плане как раз видна вот эта башенка этого дома. И самое главное, что там на заднем плане видят деревянный дом, стоявший раньше вот в тех краях. Несмотря на то, что, конечно, смущало владельцев компании то, что высокотехнологичное передовое агентство располагается в здании бывшей школы, мне здесь было крайне уютно. Здесь реально тут такие рекреации. Тут была такая Софья... Софья... Роза Петровна, господи. По-моему, она еще с тех времен осталась за вхоз. Она подходила и говорила там, нельзя сидеть на подоконниках ни в коем случае. Я помню сцену такую. Значит, у меня коллега стоит, беседует с каким-то клиентом. И там цветы. И она так, ну, машинально цветочек трогает. И Роза Петровна подходит к ней и говорит, девушка, не трогайте цветок. Просто как в музеях вот эти бабки-церберы. Но, тем не менее, она была мила и прекрасна. И это было мое последнее место работы в качестве нанятого руководителя. Так уж получилось, что я в основном работал на руководящих должностях. После чего я понял, что я не хочу никем руководить. Хочу иметь минимальное дело с людьми, а особенно, сука, с клиентами. Вот этими, да, с которых ты не можешь при случае послать. Потому что ты завязан на коллегах, ты завязан на агентстве. Ты, в общем, агентство к тебе очень хорошо относится. И ты, естественно, хочешь тем же самым отвечать агентству. Поэтому ты должен... У меня были случаи, что я даже цветы покупал специально, чтобы какие-то факапы замазывать. И всегда говорил своим подчиненным, что, ну, вам-то проще, у вас есть я. А мне-то что, надо мной уже никого. Мне самому все эти вещи разруливать. Тем не менее, все было прекрасно, замечательно и великолепно. И мы отсюда должны один раз были... Ну, то есть, в итоге компания отсюда съехала. Сейчас они сидят у Беговой. Откуда прекраснейший вид открывается на Лахтоцентр. Вот это, кстати, новодел такой, ну, довольно симпатичный, надо сказать. Вот. А должны мы ли мы переехать в особняк, который пролежал товарищу Путилову? И об этом я скажу пару слов. Поэтому я вот, собственно, держу эту книжку с собой. Еще один нюанс, который я здесь всегда рассказываю, когда вожу экскурсии. Ну, примерно в тех краях, я вот подставлю вам сейчас открытку, да, где написано, что это Крестовский остров. И увеселительное некое заведение. И здесь я уже, по-моему, рассказывал про этот сюжет. Но это история про то, как меняется культурный код. Учитывая то, что, ну, не все все смотрят, то многие вещи приходится там повторять. И более того, это вот сегодня буквально у меня была экскурсия на Васильевском острове по дворам, там, Балабаново и все такое прочее. И очередной раз прекрасные москвичи, которых, кстати, как они сказали, мне их посоветовал Александр Усольцев, мой прекрасный коллега из города Москвы. Большой тебе привет, Саша. Большое спасибо за рекомендации. Я тоже всегда рекомендую Александру Усольцева. Если кто-то меня спрашивает, куда в Москве, вот, пожалуйста, к нему прямой дорогой. И я там, ты Баранбаур и Баранбаур. И они такие, извините, а что такое Баранбаур? И я понимаю, что сейчас все по-новой. Ну, собственно, в этом и есть профессия гида-экскурсовода, чтобы 586-й раз объяснять принцип застройки территории доходными домами и всевозможные там, ну, по-современному говоря, снипы и допуски. Там дальше, кстати, есть Эспера в переулок. И я вот пока не начал изучать историю этой местности, я понятия не имел, что это такое. Оказывается, это вот в честь Эспера Белосельского-Белозерского. Так он был назван. То есть это еще такие атовизмы. Большой прикол, кстати, есть в городе Оренинбаумс. Там тоже была Еленинская улица, но она была уже в честь жены Михаила Павловича, о которой мы с вами поговорим. Это младший сын Павла I, потому что ему одно время принадлежал Каменный остров. Елены Павловны. И вот эта Еленинская улица в Оренинбауме, а ныне Ломоносове, она самая первая стала Ленинской. Почему? Потому что они просто букву Е убрали, и вот получилось Ленинская. Здесь этого не случилось, потому что территория не центровая, мягко говоря. Так вот, по поводу этих вывеселительных заведений. У Гелировского в Москве и москвичах есть шикарная фраза про то, что в ресторане Яр, который располагался на Кузнецком мосту, как мы знаем, похищение собинянок запрещалось, но оно разрешалось в загородном Яре, который располагался на нынешней Ленинградке. Сейчас вот буквально два слова. Вот там такое... Давай подальше пойдем. Здание за... Вот почему я, кстати, выбрал сейчас погулять. Цветочки, листочки только-только распускаются, и много чего видно. В сетке такое здание. Это единственный адрес по Петроградской улице. На самом деле отсюда отходят проспекты, и вот эти все дома, они имеют адреса по ним. А вот это, то есть улица за одним единственным адресом, и это туалет. Общественный туалет, который сейчас в сетке. Удивительно, что из него еще не сделали по традиции нашей какой-нибудь ресторан. У нас есть такой опыт, допустим, в Михаиловском саду. Я помню этот уличный сортир, куда я ходил, когда жил на Маховой, а сейчас там такой ресторан с видом, я не помню, как называется, но, в общем, там присутствует. Что это означало? Похищение собернянок, сходите в Эрмитаж, посмотрите на эту картину, в больших просветах, либо сходите в летний сад, посмотрите на статуи в левом баскете, если от входа, который ближе к крупе, там мужики тащат девушек у себя на плечах. То есть это некий миф-легенда о том, что в Древнем Риме никто не хотел селиться, потому что там в основном он был заселен беглыми рабами, гладиаторами и прочее, прочее. И тогда они устроили праздник, на который позвали всех окрестных, все окрестные племена, ну и попросили приводить всех своих сестер, жен, дочерей, прежде всего. Вот, и по звонку, там, по свистку кто кого успел, тот и утащил прямо на плечах, да. Понятно для чего, чтобы рот продолжить, иначе город Рим бы перестал существовать. Ну и собиняне пошли войной на них, естественно, и где-то там спустя полгода должна была случиться главная битва, и вот в самый разгар эти собинянки, они выскочили между римляниями и своими отцами и братьями, потому что они понимали, что либо сейчас они своих уже теперь мужей потеряют, либо, значит, своих ближайших родственников. В переводе на простой человеческий это означало, что ты не мог певичку какую-нибудь увезти из города, но загородом это позволялось. И вот здесь была такая же самая история. Вот в этих загородных ресторанах с отдельными кабинетами здесь это было гораздо легче сделать. Почему они, допустим, так любили... Давай перейдем улицу и потом вернемся обратно. Почему они так любили цыганские хоры? Потому что, ну, это такой, понимаете, по сути, прото-скриптиз, да, потому что я вот... Вот здесь у меня есть про эту историю, да, про растягай пирожок, почему он так назывался. По легенде, опять-таки, певица Стеша, то есть Степаша, то есть Степанида, в Москве была такая певица, пела романс про сарафанчик-растягайчик, который в определенный момент очень удачно расстегивался, потому что раздеть женщину в 19 веке, в начале 20-м, это, извините, как мне сейчас сказали, целый челлендж. Прекрасное здание. Хочу поставить фотографию, ностальгическую, там с правой стороны телефонная будка. Атавизм, который сейчас уже вы нигде практически не встретите, с учетом наличия мобильной связи. А вот еще в 90-е годы, когда снимался тот же самый прекрасный бандитский Петербург, это было по всеместном. Пока мы идем к особняку Путилова, скажу, что это речь идет не про того Путилова, которого Путиловский завод, ныне Кировский, да, это про его там какого-то там троюродного внучатого племянника. Вот так вот он выглядел. Это единственная доступная там фотография. Он был банкир. Причем банкир такой очень маститый ушлый и ходил в таком, знаете, задрипанном пиджаке, любил курить толстые, крепкие сигары. И чем сложнее переговоры, тем, соответственно, толще и крепче сигара у него была во рту. Здесь у него всегда были вот эти налокотники. Тем не менее, он рулил не просто банками, а он вот, ну, консорством такой банков организовался. И в 17-м году, когда февральская революция случилась, именно он летом спонсировал Корниловский мятеж. То есть он понимал, что ситуация летит в тартарары, и нужно что-то делать, нужна какая-то синяя власть. Не синяя, а сильная. Синяя власть была у нас в 90-х. И поэтому вот попытался осуществить это, как по-французски называется, ку-де-та, переворот. Но прогорел. Увы и ах. И здесь есть чудесная цитата из воспоминаний Мариса Палеолога. Волшебник и овцы. Была некогда на равнинах Харасана Великая Засуха, от которой жестоко страдал скот. Пастух, видя, как чахнутые овцы, отправился к известному колдуну и сказал ему, ты такой искусный и могущественный, не мог бы ты заставить траву снова вырасти на моих полях? О, ничего нет проще, сказал тот. Это будет тебе стоить лишь два тамана. Ну, таман это и валюта. И волшебник точно приступил к заклинаниям. Но ни на завтра, ни в следующие дни не видно ни малейшего облачка. Овцы продолжают худеть и падать. В ужасе пастух возвращается опять к колдуну, который расточает ему успокоительные слова. Ну и в итоге, ты уверен, что заставил траву вырасти на моих полях? Совершенно уверен. Я сто раз делал вещи гораздо более трудными. И так я тебе гарантирую, что твоя луга снова зальзельеет. Но я не могу тебе гарантировать, что до сих пор не погибнут все твои овцы. Это именно то, что вот этот банкир сказал Марису Палеологу в тот момент. Да, такая аллегоричная история. Мы сейчас к этому вернемся, потому что мы смотрим вот сюда и видим, как оттуда едет целая кавалькада. Сначала джип, потом в 600-м мерено, и потом опять джип. И заезжают вот в эти ворота. Это Виктор Палыч едет на обследование. И дальше он в этой больнице проходит очень крутое передовое по тем временам обследование, что говорит опять-таки о его возможностях. Ну и после этого он благодарит доктора. Показана атмосфера этого кабинета. с левой стороны двухкассетник там стоит. Обратите внимание, характерный элемент. И протягивает ему что-то в пакетике Мекс. Я помню, как мне рассказывала Наташа, мой билет-редактор в Москве уже я был главным редактором модного журнала. Чудесную историю, когда съехали со всей... Он выходил по всей России, этот журнал. Со всей Руси съехались, значит, редакторы рубрики мода. А там, понимаете, все было про бренды. И одна подходит к какой-то другой, она так сидит, и у нее, значит, вот, ну вот, немножко джинсики. И она так... Ой, Мекс! Ха-ха-ха! Ну, то есть, это такой, типа, ширпотреб, да? Нифига не гламурный. Ну, а Виктору Павловичу было, в общем-то, плевать, тем более, что этот пакетик явно кто-то из съемочной группы просто сварганил. Вот особняк Полякова, Который, естественно, был записан на его жену, как это делали многие. И тут, когда я буквально недавно водил экскурсию, мне кто-то спросил, а почему? Ну, здрасте-ка, да? Почему Абранцева в итоге осталась за семьей Мамонтовых? Потому что Мамонтов записал на свою жену. И когда его объявили банкротом, все изъяли, Абранцева осталась. Здесь то же самое. И вот сюда должны были мы переехать. Нас уже возили всех руководителей, значит, показывали, кто где будет сидеть. Вася, один из владельцев, рассказывал, что тут у нас будет, значит, барбекю, яхты подплывать и так далее. Но выяснилось, что это УКН, объект в культурном наследии. И с этим связана, естественно, масса геморроя, потому что тут лишнего гвоздя, условно говоря, не вобьешь. Поэтому в итоге все это переехало к спортивной сначала, в open space. А я терпеть не могу в open space, я скажу честно. Ну, тут у нас очередное, значит, очередное социальное жилье по бросовым ценам, я так понимаю, для ветеранов строится. Вот, в итоге он эмигрировал и, будучи прагматичным человеком, он уже к концу 20-х годов понял, что ну все, советская власть состоялась, и надо с ней просто иметь дело. И он сошелся с Леонидом Борисовичем Красчином, о котором я миллион раз рассказывал, и этим вызвал гнев у всех вот этих вот ну, тогда не было слова релаканты, да, у мигрантов. В общем, он стал парей даже в той среде. Умер без вестности и, ну не то чтобы в нищете, но не в богатстве явно. А вот на той стороне печальная картина, вот там вот уже даже вижу рекламу строящегося объекта. Я вам сейчас покажу, ну вот он сейчас в таком разрушительном состоянии в демонтажном. Я вам сейчас покажу фотографию, как это выглядело раньше. Это знаменитый легендарный ЛДМ, Ленинградский дом молодежи. В 1988 году я впервые попал на рок-концерт сюда. Я сейчас кусаю локти, что, ну я только-только вообще в это, ну мне 13 лет мне, понимаете, я только-только влезаю во всю эту тему. И как я пропустил знаменитейший рок-фестиваль в зимнем стадионе. Вот я сейчас смотрю выступление объекта наосмешек в HD люди выложили в группе. Посмотрите, Любовь к оружию с очень хорошим звуком. Там гениальная вот эта вот дюша романов, или не романов, дюша, в общем, короче, гитарист соло и вообще вот эту партию гитарную играет. Офигенно. легенда барабанная там. Ну и, конечно, ай-яй-яй Женя Федоров в Текилы Джаз будущее там играет. Вот здесь я попал на концерт, там был Крематорий, Калибри, ну и мне, конечно, голову снесло абсолютно. Потом я поехал в Москву на фестиваль урок против террора один, потому что никого не пустили из Одноклассников. Ну а в начале 90-х уже все, там-там, там уже была совсем другая музыка и, в общем, судьбу немножко меня понесла в принципе в правильную сторону, потому что там я познакомился со стилем Straight Edge. Вот это вот, давай-ка подснимем, Голубая дача так называемая, это вообще-то на самом деле неоклассицизм начала 20-х 20-го века и, ну я всегда рассказываю про то, что архитектурные стили крутятся по кругу. Сначала была классика эпохи там Екатерины II, Александра I и Николая I, потом она сошла на нет, примерно, примерно в виде там дворца Карла Ивановича Ройса Елагинского, Елагин-Островского мы с вами будем лицезреть, потом была неоклассика вот эта и также засними, вот там вот видны вот эти вазоны, дворец Половцова. А конкретно в контексте нашего повествования эта дача интересна тем, что в четвертом сезоне бандитского Петербурга она мелькает как дача банкира Наумова. Именно сюда приезжает чел из Москвы, он сначала приезжает на московский вокзал, его там встречают, он звонит и говорит там фразу про то, что кто рано встает, тому Бог дает, ну и потом на черной Волге его везут вот сюда, вот эти ворота открываются, эта черная Волга сюда въезжает и там его собственно банкир Наумов встречает. Можно так вот в этот в квадрат сделаем гениальный кадр. Потрясающее режиссерская находка Сжениаль. Вот здесь у нас есть еще один интересный сюжет Какое-то чахлое деревце но оно на самом деле не чахлое в оградке причем вдвойной Я вам сейчас покажу пару фотографий значит как это выглядело до революции и как это выглядело в тот момент когда этот ну это вообще дуб дубок уже пришел в негодность значит следуя к самой главной легенде этот дубок посадил лично Петр Первый вообще надо сказать что Петр очень трепетно относился к лесополосе потому что ну для чего нужен дуб да посмотрите мой выпуск про строительство Полтавы я лично был на верфи возле лахта центра и один из моих зрителей был инженером который в этом участвовал и там нам замечательную экскурсию провел дуб нужен прежде всего для корабле для кораблестроения и дуба вот например сейчас корабельного его очень мало ну и тогда его не хватало сажал ли Петр Первый лично конкретно здесь дуб бабушка надвое сказала я думаю что не сажал тем более что некие вот ну слово задрот имеет двойную коннотацию вот есть задрот который типа а есть те которые ну по факту действительно пишут и вот правильный задрот один даже выявил карту пушкинской эпохи где точками обозначены деревья и отметил что там вот на этом месте два дерева стоят то есть скорее всего то эти деревья здесь росли сами по себе и Петр Первый ну видать просто сказал что увидев дуб а это не такое распространенное дерево вот конкретно здесь сказал что вот на эти дубы обратите внимание остался один единственный дуб он рос рос оброс вместе с листьями оброс легендами ну и в общем он теперь есть даже в топонимике и на Яндекс картах и на Гугл картах и к сожалению там начиная со второй половины двадцатого века он стал чахнуть от него отрезали побег и вот из этого побега теперь растет следующее дерево ну почему бы не быть в конце концов дубу Петра Первого пусть будет why not енот вот здесь у нас за деревьями как раз сейчас пока листьев нет оно более-менее просматривается это бывшая дача Починина ну стоявшая на этом месте получил он этот участок аж от самого императора а потом уже Николай Первый мечтал конечно эту территорию обратно получить и получил после наводнения 1824 года Починин продал этот участок к казне и здесь была построена вот такая императорская дача это был ну то есть езжайте в Александрию в Петергоф и вы увидите вот эту игру в Пастораль они все значит играли в такие английские коттеджи мы вот выехали это загородная территория мы выехали за город у нас значит чай 5 o'clock и прочее и прочее это была императорская дача которая получила название в итоге старая императорская дача почему она получила название старая императорская дача потому что дальше была построена новая следующая императорская дача новая вот здесь видите такие конструкции висят здесь у нас тренируются лудочники байдарочники и когда здесь проходят какие-то прям массивные значит либо соревнования либо тренировки вот тут просто яблоку негде упасть потому что они тут все паркуются ну и свои байдарки сюда сгружают одно из самых романтических мест вот там особенно вот эта коса крайне рекомендую девочкам для фото очек и вообще чисто для романтических свиданий следующая дача была построена для дочери старшей дочери Николая I изначально Марии Николаевны поэтому она стала называться сначала Мариинской как и дворец у нас Мариинский есть на Исаакиевской площади где у нас теперь парламент городской свидет вот она видите но затем Мария Николаевна точно так же приехала в Петергоф а эта дача стала отдаваться министрам и получила название Министерская ну и в дальнейшем новая императорская дача теперь вот мы так и имеем новая императорская дача старая императорская дача теперь обе эти дачи отреставрированы отреставрированы не отреставрированы а как это называется когда архитектурный объект отреставрируют картину а эти у нас что делают не ремонтируют а или реставрируют реставрация да ну все у меня уже мозг кипит короче надо делать паузы иногда в проведении экскурсии потому что вот короче очень крутой очень крутые проекты и очень классно они ее привели в первоначальный вид мы тем временем перешли на каменный остров да который долгое время принадлежал допустим канцлеру Бестужеву Рюмину но Бестужев Рюмин загремел и почему он загремел потому что императрица Лизавида Петровна уже лежала при смерти и Бестужев Рюмин решил что она сейчас умрет и чтобы войти фавор к Петру Третьему он приказал Румянцеву возвращаться из Германии тогда шла война с Германией а Елизавета Петровна возьми да не умри ну и Бестужева Рюмина сначала к смертной казни но при Елизавете Петровне не казнили поэтому его в ссылку а остров как и дача Путилова был записан на жену тезку полную императрица Анны Ивановны Анну Ивановну Бестужеву Рюмину и поэтому он остался у них и вот ну это правда не здесь это вот уже на конечности на той там где сейчас на Скаменосовский дворец стоит просто зацените я поставлю две литографии как это выглядело но это прям Версаль самый настоящий затем затем остров этот принадлежал Павлу Первому и вот когда я буду делать экскурсию с той стороны я буду рассказывать про Мальтийский орден про вот церковь да рысари Мальтийского ордена где Пушкин наш троих детей своих крестил затем от Павла Первого он перешел как раз к Михаилу Павловичу ну а от Михаила Павловича он перешел Елене Павловне его супруге но она предпочитала жить в Орненбауме точно так же как ее единственная выжившая дочь Екатерина Михайловна Мекленбург-Стрелецкая которая тоже предпочитала жить в Орненбауме а также ей принадлежала такая скромная площадочка как нынешний русский музей именно к ней иначе заезжал Александр Второй прежде чем отправиться на небеса 1 марта 1881 года а потом эта территория ну она начала активно застраиваться вот как раз в министерских дач но вот бум строительный дачный здесь начался конкретно в начале 20 века и мы подходим к двум постройкам нас интересующим значит вот про это я скажу отдельно это Каменоостровский и Летний театр построенный по проекту Смарагда Логиновича Шустова такое вот имя отчества в 1826 году когда произошел катастрофический пожар вот большой театр сгорел нынешняя консерва консерватория решили решили возвести это здание его построили всего за 40 дней но пока что нас перед этим интересует но вот к сожалению здесь растут елки и и палки и поэтому ну мы найдем ракурс чтобы все-таки это здание было видно и вот я не случайно достал эту книгу написано Марии Клинмихель она Мария Эдуардовна Клинмихель в девичестве Келлер она родилась в Киеве а основную часть жизни провела в Европе и в Петербурге и вот здесь у нас есть литые чугунные ворота сделанные кстати на заводе Франца Карловича Сангали о котором вы точно так же можете прочитать у меня в путеводителе потому что он придумал первую русскую батарею и здесь у нас есть вот такая вот зверюга я постоянно спрашиваю кто это и надо сказать что на последней экскурсии одна из девушек прям вот прям в яблочко она сказала это Саламандра я спросил почему он говорит ну вот Саламандра так выглядит я говорю я узнал как выглядит Саламандра только когда начал изучать вот это все действительно это Саламандра это не единственное изображение Саламандры у нас в городе есть еще одно на Гороховой улице об этом я скажу отдельно потому что там располагалось страховое общество от огня считалась ну такая легенда да что Саламандра не горит в огне более того она его гасит возможно это было связано с ее оперение у птиц а у ящери с расцветкой да вот это своего рода такой оберег чтобы домик не горел здесь здесь если мы присмотримся мы увидим инициалы М.К. Марии Клинмихель но надо сказать что изначально вся эта дача она целиком ей не принадлежала то есть ей принадлежала только правая часть вот эта а левая часть там где вот эта башня которая кстати была реконструирована это ну примерно как Виоли Ледюк с собором такой-то матери в Париже да потому что этот шпиль по центру который стоял он его додумал и придумал да во время реконструкции это принадлежало жене Ченезили который наш вот цирк на фонтанке но Клинмихель в итоге решила это все как бы объединить и ну вот отсюда так более-менее это все выглядит и здесь у нее был такой центр притяжения потому что люди которые выезжали на острова тут ну вот я сейчас пару слов скажу ну и Столыпин жил в Елагиностровском дворце почему поясню ну и в принципе вот эти все министерские дачи к ней очень часто заезжали на чай я про это скажу потому что с этим дворцом связана одна из интересных распространенных баек которые я встречаю везде и у всех связанная со следующим в 18-м году здесь появилось объявление что Мария Клинмихель арестована и находится соответственно в Петропавловской крепости арестована Петросоветом никому не входить и мол это она сама придумала для того чтобы обмануть разъяренную чернь и пользуясь передышкой там несколько дневной она все собрала вывезла из этого дворца и благополучно уехала из России это это полнейшая чушь почему я сейчас поясню да а мы смотрим вот на этот чудесный фронтон видите колонны деревянные то есть опять-таки реставрация проведена была научная да вместо того чтобы поставить здесь бетонные колонны вот они сохранили деревянную обшивку дворец поднят на стелобат опять-таки понятно почему потому что наводнение ну и здесь точно так же если мы посмотрим сначала сюда здесь у нас одна сцена из бандитского Петербурга это интервью вот этой шведской компании известно конечно настоящая мафия подразумевает очень тесные прежде всего родственные связи а вторая сцена она вот вот туда и здесь как раз переведите пожалуйста камеру видно какого сейчас этот ну это управление делами президента сейчас принадлежит это здание сейчас оно такое бежевое желтовато-серое а вот какого цвета оно было раньше как раз видно вот из этой сцены никакой такой русской мафии в нашей стране не существует по определению вот этот мост мы туда не пойдем но он мелькает в финале фильма про который мы сегодня еще скажем это фильм господин оформитель и там под гениальную музыку Сергея Курехина значит на этого оформителя наезжает автомобиль мы с вами идем сюда значит дело в том что вот в этой книжке ну тут есть прекрасная вот одна фраза я специально даже заложил здесь совещаются министры за и против государственной думы говорили люди проезжающие мимо лодках и видевшие как здесь припаркована лодка непосредственно премьер-министра Петра Аркадьевича Столыпина и она пишет один договор действительно имел место договор между глупостью и злобой людей распространявших подобные слухи значит у нее здесь есть отдельная глава которая называется костюмированный бал 1914 года это еще перед войной этот бал происходил летом это дело было действительно она решила устроить бал на 300 персон и поскольку ну вы сами понимаете объем этой дачи она писала что ну вообще 300 персон это ту матч да ну и плюс еще же там их надо накормить это же бал это же не просто потанцевать это еще и стол и слуги так да 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 в общем к ней все хотели попасть и особенно к ней хотел попасть Павел Родзянко он был родным братом Михаила Родзянко председателя последней государственной думы вот опять-таки как работает история да это имя в свое время гремело вот в 17 году оно было на устах у всех сейчас вот остановись здесь кого-нибудь спроси кто такой Михаил Родзянко да хрен кто ответит и вот этот вот Павел Родзянко несмотря на то что он окончил пажевский корпус несмотря на то что он был шталмейстер это придворная должность у него жена была которая ради него развелась со скандалом нарожала ему детей и ей от ее деда Строганова досталось там просто какое-то миллионное миллиардное состояние так вот этот вот Павел Родзянко это состояние начал проматывать жена его несмотря на то что она очень сильно любила добилась того чтобы вернуть себе эти активы и он затеял против нее судебный процесс и более того гнал на собственных сыновей которые не знали как себя вообще в этой ситуации вести пойдем-ка вот туда и он очень хотел попасть на этот бал причем устроить там скандал Клеймихель этого не хотела и она в итоге не дала ему пригласительного билета что сделал Родзянко он прошло какое-то время и ей это возвратилось он начал звонить по редакциям газеты и спрашивать а вы знаете вы уже слышали о том что Мария Клеймихель послала планы мобилизации императору Вильгельму в коробке от шоколадных конфет и вообще она умерла в Петропавловской крепости то есть он построил фразу таким образом что а вы слышали ну то есть это я слышал может быть вы слышали тоже и эта байка разрослась настолько что она она говорила ну как бы приходила иногда в какой-нибудь ресторан и люди видели ее и я так господи жива да и один раз он ей даже позвонили но она сказала знаете будучи как бы умершей повешенной я настолько устала что не могу говорить да и вот оттуда на самом деле идут многие вещи которые потом аукнулись об этом конечно надо рассказывать на улице Чайковского где у нее был дом я там обязательно сделал экскурсию но мы возможно к этому еще вернемся когда у нас будет пауза в нашем беседе вот ну тут конечно контровой такой будет свет Елагин-Островский дворец одна из главных работ ну начальных именно в Петербурге Карла Ивановича Россия он начинал в Твери у сестры Александра Первого которая была замужем за Петром Альденбургским и собственно там он все строил а это уже вот для первого нашего санкционированного масона Елагина который получил франшизу да из английской ложе масонской и соответственно стал первым масоном авторизированным у нас здесь но об этом мы поговорим отдельно а вот на что надо ну что сейчас вам ну давайте сейчас вкратце вам расскажу об этом подробнее расскажу когда я буду гулять по Елагинову дворцу там именно с этой стороны ну я подставлю фотографию как чтобы сейчас он вдалеке тем более солнце там видно две вазы и вот фотография где вся семья Петра Аркадьевича Столыпина возле одной из этих ваз на этом стилобате что они там делают вкратце у меня была экскурсия уже я рассказывал про взрыв на Пьекарском острове потому что ну неподалеку здесь была его дача снимайте в ту сторону да и после взрыва этого устроенного эсерами максималистами Николай II во-первых позволил ему жить в зиме дворца потому что сам Николай II вообще в Питере практически не жил он жил либо в Петергофе либо в Тарском селе и также выделил ему вот этот весь Елагин остров и к нему было не подобраться террористам и его дочь потом вспоминала что конечно ну им там было очень хорошо я с готовностью поверю в этом мне бы тоже было неплохо если бы мне отдали Елагин остров я бы в принципе многих из вас сюда пригласил бы и мы там замечательно ужились бы друг друга даже не встречая настолько смотрите вот это вообще на самом деле как выглядела там вся эта набережная изначально да такие гнилые доски на берегу пустынных волн и так далее если мы посмотрим фильм который начинается известный советский фильм песней потому потому что мы пилоты и вот эту сцену то мы увидим что что она снята напротив Елагина островского дворца и там он как раз там видно как он был разрушен то есть на заднем плане это все видно они идут вдоль берега но они идут не здесь они идут на самом деле вот там за этим забором потому что там есть дальше сцена где они проходят мимо ну я не знаю это типа там операционный или что-то и она снята конкретно вот в этом полукруглом объеме это зимний сад ну и потом они приходят вот сюда на берег садятся там удочка и они оттуда бутылочку водочки достают и под сосисочку ее употребляют действительно здесь ну это забегая вперед большинство всех этих особняков они были отданы либо под санаторий либо под базы отдыха вот в частности дача графини Клинмихель но дело в том что санаторий и база отдыха люди которые там живут они не очень заинтересованы в том чтобы сохранять культурное наследие поэтому естественно рано или поздно это все превращается в труху и вот это конкретно с дачи Клинмихель и случилось а вот эта вот постройка на этом месте раньше стояла дача Штиглица и именно сюда ну это вот у нас железнодорожный магнат который основал потом первое в России такое специализированное художественное училище названное теперь его именем в советское время училище именно Мухиной Муха в народе да сюда принесли ему корзиночку в которой лежала девочка по самой распространенной версии это внебрачная дочь как раз таки Михаила Павловича почему ее сюда принесли потому что Михаил Павлович тоже каменным остром владел ну и поскольку Штиглиц был бездетный он взял ее на воспитание она получила фамилию Июнева а вот как раз отчество Михайловна и уже сын ее тоже Александр Половцев она ушла замуж за статус секретаря Половцева оставившего чудесный дневник полный всевозможных фантологий он здесь на месте старой дачи Штиглица деревянной которая пришла уже в негодность по проекту Иванов имена нашего прекрасного неоклассициста дом общества Динамо в Москве за Лубянкой Иваново Вознесенск ныне Иваново Красная Дорика у нас особняк Абимилея Клазарева на мойке и еще масса всевозможных замечательных построек включая здание НКПС на Садовом кольце в Москве он построил этот вот такой неоклассический особняк причем обратите внимание что вот этот вот зимний сад он ориентирован в пандан как раз той полукруглой ротонде я завис ротонде Елагиного дворца соответственно получилось как это сейчас принято говорить мэч да учитывая то что здесь был еще рядом вот этот Елагин Каменностровский дворец эта территория вообще ну вот прямо летом бурлила блатной светской жизнью дворец это кстати вот бедный этот архитектор он попал потому что чтобы угодить Николаю Первому который был прижимист в тратах дирекция императорских театров занизила смету в 4 раза и когда этот дворец в итоге был построен император пришел ну вот несмотря на то что построен был за 40 дней и оперативно там была такая инновация там задник у сцены открывался и они смотрели прямо в парк то есть представляете да какой был эффект единственное что там конечно пришлось пожертвовать территорией для гримерок потому что актеры ну что потерпят и в итоге они все напудренные напомаженные приезжали в каретах и ждали своего выхода в каретах вот и этот несчастный смарак Логинович Шустав потерял дальнейшие заказы и умер в полной нищете а у него было 8 детей такая печальная история а вот здесь раньше располагался ресторан Кюба я вам подставлю открытку с этой стороны и поставлю открытку со стороны воды этот ресторан Кюба кстати мелькает в воспоминаниях Марии Клинмихель которая сюда иногда приезжала почему это байка потому что ее сначала арестовали после февраля 17 года к ней туда на Сергиевскую ныне Чайковскую завалилась матросня причем сказала что вы нас должны кормить а еще выдавать содержание по 3 рубля в день каждому затем она страдала бронхитом и ей врач прописал игру на бильярде и она за 3 года так извините за мои французские надрочилась они об этом знали и они говорят сыграйте-ка с нами она говорит ну вас много вот вы любите выбирать выберите 3 по 3 команды и я с ними сыграю и вот она со всеми сыграла и в общем всех обыграла а за что арестовали за то что она как считалось с крыши как она писала из пулемета ей было 71 год на секундочку стреляла по рабочему народу и плюс она прямо из своей квартиры напрямую связывалась с императором Вильгельем рассказывала им планы ну то есть и реально она пыталась и все эти все слухи на самом деле были положены вот этим вот Павлом Родзянко еще вот с того момента да про вот эти мобилизационные планы в коробке из-под шоколада потом к матрасне добавили солдаты волынского полка я отдельно сделаю экскурсию у нас есть в Петербурге место где началась революция февральская там был такой первый солдат революции кирпичников который этим волынским полком командовал волынцы в отличие от матрасни были вообще как бы ну просто трэш причем она еще описывает что когда она в бильярд поиграла потом это было невозможно потому что они украли даже бильярдные шары вот а уже после октября 17 года ей вообще было очень тяжко потому что она в принципе собрала все справки причем она писала что нужно было даже справку ну врачебную обосновать почему ты уезжаешь ей приходилось там приходить в Ариапаг которым состоялось пяти докторов и они ее реально там ощупывали смотрели на нее и все и ей пришло уведомление что Урицкий вызывает ее для получения паспорта и она приезжает и это был именно тот день когда Урицкий был убит канегиссером прикиньте и она приходит к его заместителю а тот молодой такой парень говорит ну мы готовы вас отпустить и скажете где скрывается Вырубова Анна Вырубова ближайшая подруга Распутина она сказала я этого не сделаю в итоге она скрывалась и в китайском посольстве и в датском и в шведском и ей с большим трудом удалось выбраться из России и вот это знаете легенда типа она тут всех обманула собирала мебель и прочее и свалила ну сорян да хотелось бы в нее поверить но слишком это все легко и просто для 70-ти на тот момент уже двухлетней женщины которая тем не менее написала в эмиграции замечательные воспоминания вот эти где вот со всем тактом и со всеми вот со всем умом женским это все описывает иногда даже с такой горькой иронией но там там есть очень ржачные моменты я отдельно обязательно про это расскажу вот этот вот особняк Яковенко здесь был построен уже в таком стиле Людовика 16 тоже в начале 20 века это загорная дача а вот там за деревьями что нарушило прелесть моей экскурсии там вот сейчас это такой ну вот сарай, гараж и прочее на самом деле это в сетке в реставрационной находится конструкция я раньше показывал и спрашивал что это такое ну сейчас я фотографию поставлю то есть стояла на двух курьих ногах какая-то крыша облезлая а на самом деле это памятник архитектуры потому что здесь в 1928 году проходила промышленная выставка и это был ну такой рекламный фактически объект общества железобетона то есть это был железнодорожный навес вот я вам поставил как он выглядел сейчас а сейчас я поставлю как он выглядел изначально причем эта выставка была на двух берегах она была там она была здесь и в общем-то это так ну для нас чего железобетон да у нас ну как и знаете алюминия да тоже не удивишь алюминием а когда-то Дмитрию Менделееву подарили кубок из алюминия потому что это был редкий материал точно так же как не знаю какие-нибудь капроновые или синтетические носки капроновые челготки или синтетические носки в в Советском Союзе вот Довлатова почитайте это у нас у нас уже архитектор дорогой Сангайло построил тоже в неоклассическом стиле здание сначала для земельной академии потом оно перешло сейчас здесь рыболовецкий колледж находится ну и обратите внимание как красиво эстетично они пристроили вот этот вход очень сочетается с объемом хочется руки оторвать тому кто это придумал но фарш уже обратно судя по всему не провернешь поэтому бедный архитектор ворочается в гробу ну а вот это я вам даже сейчас подставлю картинку с подписью то есть написано что это кухонный корпус сохранившийся на даче где это дача Далиева-Добровольская где Александр Сергеевич Пушкин жил и здесь у него родилась младшая дочь Наталья которую он крестил как раз в той церкви и последнее счастливое лето 1936 года в 1937 году Пушкин уже тю-тю вот такая печальная история он снимал два отдельных значит корпуса один лично для себя с женой а второй там для детей для няни и всего остального и на это надо было немало бабла бла-бла-бла мы с вами сейчас пойдем к архитектурному произведению архитектора по фамилии Шойне который точно так же мелькает в сериале Бандитский Петербург и это то как снимается кино или то как снимаются сериалы это та сцена где вот Мишаню вызывают на разборку и это единственная сцена где как раз в кадре присутствует Константина в Царстве Ему Небесное ну и ваш покорный слуга нет не я а конечно же Женя Вышенков и она происходит по сюжету за городом то есть они туда съезжаются но естественно на кой ли отъехать куда-то за город там по сюжету чуть-то не в Сосново а не где-то там но я не помню когда это можно сделать здесь на Каменном острове и для этого использовать непосредственно данную постройку в 1916 году к сожалению за долги у Шоне она была забрана но это один из ярчайших примеров такого уже рационального модерна это была его личная дача он вообще интересен тем что он собственно что строил там и жил вот здесь еще что хорошо что виден вход главный в особняк Половцова уже с этой стороны то есть главная аллея портал и замечательное гениальное творение Ивана Фомина он кстати вот хочу сказать когда ну с Половцовым спорил и Половцову что-то не нравилось он на свои деньги мог купить там какой-нибудь мрамор и сделать пол допустим чтобы убедить клиента своего что так нужно делать и так оно правильно и чем интересна конкретная данная локация тем что здесь у нас есть немало фотографий сделанных в бытность когда это все было санаторием вот видите какая неземная красота то есть вы сюда приезжаете вы едете свой особняк который смотрит прямо на Елагин Островский дворец здесь спокойно тихо к сожалению для Половцова ну или Половцова по-разному произносят эти фамилии не успел он здесь пожить практически сразу это все было национализировано ну и вот несколько снимков сделанных здесь уже в советские времена отдыхающие изображены на этих фотографиях ну а сцена которая нам необходима значит опять-таки вот с той стороны едет Мерседес подъезжает сюда ворота открываются и автомобиль заезжает у меня есть с собой две книжки обе они написаны одними из наших выдающихся главных там искусствоведов знатоков архитектуры Кириковым и Штиглицем Кириков к сожалению как и Константинов уже нас покинул но оставил прекрасную литературу вот так вот они выглядят значит Петербург немецких ретекторов от Барокко до Авангарда а вот эта книжка вообще в суперобложке была но я уже говорил я в суперобложке всегда выкидываю архитектура архитектура ленинградского авангарда значит казалось бы при чем здесь модерн и авангард есть ответ на этот вопрос но сначала мы откроем страницу где Василий Иванович Шены присутствует у нас ну во-первых он начинал с особняк Кельхана Чайковского возможно когда-нибудь я там сделаю экскурсию там совершенно умопомрачительные интерьеры очень хорошо сохранившиеся и они конечно к модерну никакого отношения не имеют потому что это такая богатая зрелая эклектика а нас интересует ну вот к даче Гаусфальт мы с вами дойдем вот посмотрите он вообще с Чагиным очень много делал с архитектом вот у них был такой проект это на стрелке Васильевского острова они планировали вот такой концертно-высоцовичный зал сделать прикиньте с большим прозрачным куполом и вот если бы это осуществилось да ну сейчас мы смотрим и нам кажется что ужас ужас но это опять-таки понимаете мы смотрим с познанием а если бы мы с этим выросли нам возможно мы бы воспринимали бы это как само собой разумеющееся и так зачем же мы открыли эту ну например здесь показаны постройки которые являются ну предтечей авангарда и конструктивизма одной из них скажем является вот эта мельцеровская больница располагающаяся рядом с станцией метро Горьковская вот это напоминаю самая первая работа Петра Ивановича просто Петрова Воткина да да мозаика по его рисунку сделанная а начинается это все вот да предисловие вот с такой картинки это дача фулингейдера которая сейчас у нас предстает с левой стороны фулингейдер был портных делмастером ну это примерно как с отцом архитектора Лидвеля который пришел вообще там фактически без гроша в кармане но вписался в шведскую тусовку и в итоге рос-рос и вырос до того что ну как мы сейчас сказали выиграл тендер на обшив коронации Александра Третьего и в общем у него дела пошли вообще все зашибить потому что вы можете себе представить сколько стоила тогда одежда подобного рода вот фулингейдер вообще так же обшивал многих кого включая и императорскую не то чтобы семью но были у него там заказы из той среды и мог позволить себе построить такую дачу в народе она прозвана сахарная голова почему потому что вот из-за этой крыши раньше ну вот ну сейчас я сахар практически не ем зато я потребляю огромное количество сахара во всяких там шоколадочках так что да до этого был сахар либо рассыпной либо рафинад а до этого он вообще был кусковой и вот я еще помню щипцы такие у меня у бабушки лежали сахарный сироп заливали в такую специальную форму куносообразную но она выглядела не так она выглядела как не знаете не знаю длинная пуля огромная от снаряда и вот они вот такими головами и продавались белыми поэтому вот из-за сходства с этим сахарным с этой сахарной головой она так и была прозвана плюс обратить внимание что это черепица очень не характерная вообще-то для Петербурга крыша хотя очень любил это дело Петр он вот свой первый самый дворец на Петроградке нынешний домик Петра Первого распорядился покрыть деревянным гонтом и выкрасить под черепицу этот особняк мелькает у нас ну я сейчас подставлю пару сцен из фильма господин оформитель первый из них интересный тем вот когда автомобиль показывает какого цвета вообще был этот дом в то время вторая сцена снята с другой стороны ну и еще он мелькает в фильме приключения принца Фаларизеля но надо сказать что там первая сцена она ночная здесь происходит как раз их встреча они приходят в клуб самоубийц и ну нужно конечно просто очень хорошо знать фактуры этого дома чтобы угадать эту локацию в нем второй ну и последний в нашем случае особняк здесь их много тут на самом деле и дальше особняк Кугушевой который почему-то некоторые называют Кугушевой у меня была такая Ира Кугушева просто я с ней учился еще в училище поэтому я оставлю ударение на первый слог там еще дальше но я хочу просто сделать отдельный маршрут от Черной речки то есть вот с той стороны да но это скорее всего уже по осени будет а нас интересует дача Гауссфальт потому что опять-таки если мы обратимся к нашему замечательному господину Кирикову вот она здесь находится посмотрите ну вот это ну здесь черно-белая фотография да но видно что даже по этой фотографии видно что фактура была другая и это правда какого цвета была эта дача раньше мы с вами увидим сейчас на примере одного из художественных фильмов который вы все пари красно знаете но что интересно хочу вам зачитать цитатку поворотный вех и в развитии петербургской архитектуры можно считать дачу Е.К. Гауссфальт построенный Шона и Чагиным в 1898-1999 годах это первый законченный образец модерна в Петербурге вуаля прикиньте это первый законченный образец модерна в Петербурге пишет господин Кириков то есть перед вами вот начало этого стиля в городе на Неве если мы посмотрим вот на это крыльцо с очень узнаваемым с очень узнаваемой формой и вспомним и вспомним серию сокровища агры Шерлока Холмса то именно отсюда спускается леди Адлер и обратите внимание что у нее такая шляпа размером стазик кухонный ну и вот с этой стороны стоит совершенно ошалевший товарищ Шерлок Холмс подбомжа ну он был же на невестникам но вот леди Адлер пронзила его сердце ну и потом она садится и говорит гони кучеру и видно как раз вот какого цвета какой фактуры был этот особняк потом значит Дерибаска это все выкупил и отреставрировал здесь была проведена научная реставрация и был возвращен изначальный цвет то есть она именно так выглядела изначально то есть здесь все опять-таки как принято в лучших домах загородных отдельно стоит особняк отдельно стоит отдельно стоят корпуса кухонные отдельно стоит сторожка и все такое прочее ну а мы тем временем подошли к завершению нашего Марлизонского балета я скорее всего конечно же как обычно рассказал не все что я хотел но не все обычно ты экскурсии это я тут в один экскурсии по одному и те же маршруты вот у меня один экскурсант говорит ой я приходил к вам в прошлом году вы другое рассказывали я говорю ну вот бывает еще варьируется значит хочу напомнить естественно что вот уже мною про показанная книжка обратите внимание на ее универсальность да то есть в принципе ее можно цитировать не только на Невском проспекте путеводитель мой который можно использовать и на Невском проспекте и не на Невском проспекте вот эта книжка буквально вчера рассказывал про ее актуальность в свете ну вот памятник броненосцу Александр Третий возле морского Никольского собора про пиар игры про пиар кампании как их надо проводить и почему нет плохих или хороших стран а есть плохой или хороший пиар остросоциальный роман корень прошу любить и жаловать конец 90-х нулевые года это все есть как у меня на сайте так и после экскурсии можете купить в этом случае я их подписываю на сайте если вы покупаете я их подписываю только в том случае если вот вы еще видите у меня тут просто караван-сарай мерчок вы прикупаете потому что есть всякие там и футболочки и худаки вот это вот божечки-кошечки я сейчас выгляжу как этот турецкий челнок да в этом случае да я книжки подписываю потому что мне приходится идти на почту лично относить а так они на почте лежат экскурсии у нас сейчас идут просто вообще с треском свистом и как бы smooth and sound как говорят там у них в загнивающих странах загнивающего капитализма все что вам нужно расписание и прочее вы можете увидеть у меня на сайте который вы найдете в описании под этим выпуском ну и так же естественно я дополнительно это все анонсирую в своих соцсетках на которые если хотите подписывайтесь не хотите не подписывайтесь на этом все друзья мои приезжайте дышите воздухом на эти замечательные острова делайте красивые фоточки с вами был гид Павел Перец увидимся пока Продолжение следует...